МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их взрывчатых веществ возбуждено 7 уголовных дел. При этом 62 административных протокола составлено в отношении правонарушителей за нарушение порядка оборота гражданского оружия. Всего сотрудниками органов внутренних дел из оборота было выведено 330 единиц различного оружия, в том числе 203 единицы незарегистрированного, а также 3782 единицы боеприпасов различных калибров, 41 взрывное устройство и 1344 грамма взрывчатых веществ. Так в ОВД Октябрьского райисполкома обратился житель деревни Хоромцы, который добровольно выдал однозарядное противотанковое ружье образца 1941 года, обнаруженное во время сноса ветхого нежилого дома. Агамильчанин в ОВД администрации железнодорожного района добровольно сдал стартовый пистолет. В Лельческом районе правоохранители изъяли незарегистрированное гладкоствольно-охотничье ружье 1957 года выпуска. В отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении. В том же районе сотрудники милиции в доме жителя деревни Буйновичей изъяли 17 боеприпасов к огнестрельному оружию. Напоминаем, что за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества. Лица, добровольно сдавшие нелегально хранящиеся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел от уголовной и административной ответственности освобождаются. Конфискованное оружие в рамках спецкомплекса «Арсенал», которое прошло баллистическую экспертизу, в том числе могли увидеть участники Дня открытых дверей в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. В преддверии первого юбилея в апреле Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь отметит пятилетие со дня образования, была организована очередная подобная акция, которая рассказывает о работе экспертов. Участниками Дня открытых дверей стали руководители правоохранительных органов области, фискальных служб и представители высших учебных заведений. Эксперты продемонстрировали технический потенциал и, например, их показали все разнообразие выполняемых исследований. Мы научились делать компьютерно-технические экспертизы, экспертизы радиоэлектронных устройств. Мы научились выявлять наркотики в любых сухих смесях в течение часа специальными ахропатомасспектрометрами. Генетический учет налажен не только людей, которые помогают идентифицировать личности, добывать доказательства с места происшествия, но и также мы сейчас ставим на учет генезис их животных для того, чтобы помогать, в том числе, расследовать те же дела браконьерства. И в завершении выпуска оперативная информация Гомельского областного управления МЧС. За прошедшие сутки в регионе пожаров не зарегистрировано. На оказание технической помощи спасатели выезжали 8 раз. При этом МЧС круглосуточно мониторит поводковую ситуацию. В Петриковском районе из-за подъема воды в реке Припять подтоплено 5 подворьей. Глубина от 5 до 20 сантиметров. Водой перекрыты и несколько участков автодороги в направлении деревни Снядин. Подтоплены и дороги к двум паромным переправам. Петриков-Вилавск и Вышелов-Снядин. Глубина подтоплений от 5 до 50 сантиметров. В Мозырьском районе подтоплено 6 частных подворьей. На сегодняшнем этапе поводковая ситуация на Гомельской области складывается положительной. То есть, да, действительно, сегодня наблюдается подтопление территории в Петриковском районе и в Мозырском районе. Данные участки ежегодно подтапливаются. Граждане, которые там проживают, они об этом знают. Они всегда к этому готовы. Ну, в целом, подразделения МЧС круглосуточно ситуацию мониторят. Мы готовы, даже при осложнении ситуации, мы готовы принять меры. Но не ожидаем, не ожидаем осложнения ситуации. То есть, надеемся, что поводковая ситуация в области не ухудшится. Таков взор к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова